Hey guys, я Настя, вы смотрите Puzzle News, обзор самых интересных новостей на Puzzle English, и не только за неделю. Зачем мы все это делаем, спрашиваете вы иногда, очень часто, в комментариях. Я вам отвечу. Каждую неделю на Puzzle English выходят десятки новых упражнений. 7 видеопаззлов, которые тренируют ваше аудирование, 7 синхронных подкастов на английском языке, 5 транслейтов, которые учат вас правильно переводить на английский и строить предложения, минимум 2 урока, тесты, песни и много всего еще. Самые лучшие из этих упражнений я собираю в дайджесте лучшего об английском за неделю и отправляю нашим пользователям, у которых нет времени читать все. А чтобы им было еще удобнее воспринимать эту информацию, я записываю эти видео. И считаю своим долгом рассказать вначале о популярных на Западе мемах. Потому что, во-первых, это весело, а во-вторых, именно в мемах вы можете встретить самую простую, но такую нужную лексику, которая пригодится вам в английском языке. Если вы считаете все это бесполезной тратой времени, просто выключите это видео. А всем остальным я скажу. Мам, посмотри, какие на Западе интересные мемы вышли за неделю. Итак, первая новость. Уилл Смит с Джинни. Джин Уилла Смита, который не понравился почти никому. Настолько, что видео-трейлер Аладдина задизлайкали на YouTube. Ну и пользователи соцсетей решили примерно представить, на кого же похож этот Джин. Откуда черпали свое вдохновение создатели нового Аладдина. Кто-то сравнил Джина с Гора из Mortal Kombat. Did you guys see Уилл Смит as Джинни? Man, I don't know, he looks a bit crazy. Ребята, вы видели Уилла Смита в роли Джина? Ну, я даже не знаю, он выглядит немного дико. This looks like a blue version of Shrek. Это похоже на голубую версию Шрека. I just found more footage of Уилл Смит as a Джинни. Я только что нашел больше кадров с Уилл Смитом в роли Джина. Обратите внимание на footage. Кадры – это неисчислимое существительное, которое всегда употребляется в единственном числе. Даже если кадров много. So, we finally get to see Уилл Смит as a new Джинни. Ну что, нам наконец-то удалось увидеть Уилла Смита в роли нового Джина. Кэти Перри сняла с продажи туфли, которые обвинили в расизме. А до этого в декабре 2018-го в подобном обвинили Прада. Буквально недавно Гуччи с их водолазкой. И теперь вот туфли напоминают людям Blackface. Вообще, Blackface – это театральный грим, который наносили белые актеры, чтобы карикатурно высмеивать чернокожих людей. Естественно, их это очень задевает до сих пор, особенно в месяц черной культуры, который сейчас проходит в США. Но теперь Blackface – это, в принципе, любые попытки как-то оскорбить или унизить чернокожих людей, как вот, например, туфли Кэти Перри. Они также доступны в бежевом цвете, и бежевый цвет никого не задел почти. Кэти Перри не только сделала расистскую обувь, она еще и продает туфли, прославляющие белые привилегии. Эту женщину нужно остановить. Обратите внимание на начало предложения. Это пример отрицательной инверсии, которая подчеркивает, насколько возмутительно поступает Кэти. И Celebrates – помимо праздновать и отмечать что-то, имеет значение чествовать и восславлять. Кто-то, наоборот, решил, что тандем из запрещеночки мог бы выигрышно смотреться вместе. Who? This would go great with those. О, это отлично смотрелось бы с этим. Запоминаем фразовый глагол go with – сочетаться, гармонировать, соответствовать. Ну и вот такие мысли, в том числе от чернокожих людей, тоже были. If you see racism or blackface on these shoes, let me tell you that you need mental help. And I'm completely sure that people would complain if the shoes didn't have a black version. Stop complaining about everything, damn it! Grow up! Если вы видите расизм или blackface в этой обуви, позвольте сказать, что вам нужна психологическая помощь. И я полностью уверен, что люди жаловались бы, что этих туфель нет в черном цвете. Хватит жаловаться на все подряд, черт побери, подрастите! Запоминаем слово, вернее, выражение mental help – психологическая помощь, особенно пригодится некоторым комментаторам под нашими видео. И выражение grow up, которое можно в сердцах кричать тому, кто ведет себя как ребенок. Что если вся эта шумиха вокруг этой обуви – просто пиар-компания, которая продвигает новую линейку Кэти Перри? Ведь сначала Prada, затем Gucci, можно было научиться на их ошибках, но нет. Все это очень странно, пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. А мы продолжаем смотреть, что лучшего вышло на Puzzle English за эту неделю. В новом видео Насте о Grammy 2019 перемываем косточки знаменитости. Вот Дуалипу, например, получила за лучшего нового исполнителя. Ну какой нового исполнителя? Она уже сколько на сцене. Или Дрейк такой взял золотой этот граммофон и такой, типа, ну я не знаю, это все не важно, зачем все это? Ну так верни, блин, а значит и золото. Полезные английские фразы в этом видео тоже есть, обязательно посмотрите. Джейло, прости, но ты не чернокожая певица. Прежде чем live happily ever after, жить долго и счастливо, нужно сначала встретить кого-то, влюбиться, дождаться взаимности, потом понять, что вы друг для друга единственные, потом только пожениться, потом не разбежаться при первых разбросанных носках, потом при вторых разбросанных носках, потом, когда к вам приедут теща и свекровь. Вся хронология событий на английском языке – видеокэт. Какая красота! Романтическая романтика! Нельзя просто так взять и быть уверенным в каком-нибудь правиле английского языка, потому что в каждом из них есть исключение. Даже дэй, старый добрый дэй, который всегда переводился как они, может быть в единственном числе. Смотрите видео Леры «Когда». Пользователи, которые часто участвуют в переводилке дня, прекрасно понимают, о чем я говорю. У нас очень часто встречаются такие фразы. У нас вышел подкаст о простуде на медленном английском. Послушайте, очень медленно, о том, откуда она берется, что сделать, чтобы ее не было, и как болеют простуды, например, в Австралии. Вообще-то так же, как и в России, и в Индии, и даже в Китае, вы не поверите. А в транслейтах у нас загадка. Пожилой мужчина решил постричься, но в городе, где он живет, есть всего два парикмахера. Один из них с шикарной прической, а у второго ужасная стрижка, сделанная будто бы садовыми ножницами. К которому из них обратится мужчина. Переводите у нас в транслейте и пишите ответ к последней фразе. А мы за это скажем, что вы молодец. Мы решили попробовать новую рубрику. Если вдруг вы хотите знать что-нибудь о пазл-инглиш, я не знаю, сколько у нас Насть, почему Александр Антонов больше не занимает свои легендарные грамматические уроки, сколько человек работает в офисе или сколько не работает. Все, что вы хотите знать о нас, или даже о каких-то грамматических правилах, или о новых английских словах, пишите в комментариях под этим видео, я найду на все на них ответы и отвечу вам в следующем видео. Да, вопрос должен быть или о пазл-инглиш, или об английском языке. Это единственное условие. Спасибо, что досмотрели до конца. Учите английский на пазл-инглиш. Было приятно провести с вами время. Бай-бай.